Приветствую вас, уважаемые коллеги! Позвольте представить вам средства профессионального общения преподавателей в системе LMS-Mectro. Достаточно редко подобного рода инструментарий предлагается в системах дистанционного обучения для преподавателей. Я считаю, что эта штука для нас необходима. Как минимум, очень полезна. Давайте познакомимся с тем, что есть в LMS-Mectro. Для этого перейдем в систему. Я сейчас нахожусь под преподавательской учетной записью. Преподаватель Харамов Алекс Станиславович непосредственно является частью департамента философии. Здесь мы видим надпись «Департамент философии». Давайте нажмем на это место и посмотрим, что это такое. На самом деле это, по большому счету, курс. У него есть даже некоторое описание. Собственно, описание стандартное для всех кафедр и департаментов. Здесь скажется, что есть форум, есть совещания, есть черновики. Можно включить и лекции, и семинары при необходимости. Давайте, например, включим семинары. Для этого пойдем в «Настройки» и добавим семинарскую вкладку. Для этого нажимаем на «Настройки». Как видите, даже обычный преподаватель может включить семинарскую вкладку в кафедральном курсе для некоторого внутреннего самообразования. Включить вкладку семинаров. Хорошо. Вкладку мы включили. Пожалуйста, она появилась. Хотя, на самом деле, и вкладка черновиков тоже видна всем преподавателям этого департамента. Давайте посмотрим, какие есть на этом импровизированном кафедральном курсе средства общения. Во-первых, тут есть стандартный форум. Тут он, как видите, пустой. Форумам в этой системе не привыкать быть пустыми. Хотя, на самом деле, форум может превратиться в площадку для очень мощного общения. Есть масса форумов, которые действительно, тем более, что для профессионального общения форум прекрасно подходит. Я полагаю, что когда преподаватели распробуют этот инструмент, они, конечно же, будут с большим удовольствием им пользоваться. Но вот есть, тем не менее, тут еще одна, учитывая продолжительность такого совещания, 295 минут. В общем-то, одну здесь уже опцию распробовали. Это, собственно, так называемые комнаты для совещаний. Для того, чтобы войти в комнату для совещаний, нужно нажать всего лишь на одну единственную кнопку, подключиться к сеансу. То есть, смотрите, вот какая прелесть. Вы, находясь на стартовой странице системы, одним щелчком, буквально одним щелчком движетесь в сторону департамента своего, и вторым щелчком подключаетесь к сеансу. Все, у вас запускается система BigBlueButton. Вот вы можете, например, своему коллеге сказать, встречаемся в комнате совещаний, и, пожалуйста, комната совещаний для вас доступна, открыта. После того, как вы посовещаетесь, останется запись. Эту запись, в принципе, можно при желании удалить, а можно и оставить, если она будет полезной. Можно собраться в любом составе. Но мы помним, что BigBlueButton не рекомендуется собираться в количестве порядка 35-40 и выше. То есть, у меня были подобного рода мероприятия. В общем-то, на 35 уже начинаются такие легкие лаги. Поэтому вспоминаем об ограничениях этой системы. Вообще говоря, не сложно себе представить, чтобы собралось 35 участников такого департамента, как, допустим, департамент философии. То есть, BigBlueButton для подобного рода совещаний подходит прекрасно. Ну и вообще, для коротких летучек подобная комната для совещаний подходит в совершенно любой кафедре. Что ж, давайте закроем BigBlueButton. И хотя мы там были очень непродолжительное время, через некоторое время здесь появится запись вот этого мероприятия. Ну, вот это я тереть не стану. А вообще запись можно легко убрать. То есть, для этого нужно нажать просто на эту корзинку. Соответственно, появляется вот такой интерфейс. Нажимаем на кнопочку удаления вот этой записи. То есть, очевидно, это пустышка. То есть, она совершенно коротенькая. Вот можно удалить и вот это все. То есть, в общем-то, на самом деле, это место надо бы почистить. Хорошо. Ну что ж, вот таков, собственно, интерфейс для входа в комнату совещаний. Как видите, все очень и очень просто. Форум и совещание — это кафедральные средства общения. Кроме того, тут, как вы видите, мы включили семинарскую вкладку. Здесь есть также вкладка черновиков. Ну, собственно, для чего все это нужно? Для организации кафедральной библиотеки. То есть, здесь, в принципе, можно располагать материалы для внутреннего кафедрального самообразования. Ну, пока на этой кафедре, собственно, здесь пустовато. Вот я думаю, что в других местах тоже пустовато. Люди еще пока не распробовали этот функционал, хотя он очень простой. Пожалуйста, нажимайте кнопочку «Редактировать», добавляйте сюда темы необходимое количество и загружайте сюда, например, книги или еще что-нибудь в этом духе. То есть, создавайте здесь медиатеку, создавайте здесь некоторый интеллектуальный фундамент для вашей кафедры. Надеюсь, вам понравится, собственно, этот функционал. Ну, а далее мы с вами будем говорить о том, как наполнять систему LMS MIPTru материалами. То есть, мы будем думать о том, каким образом мы будем выстраивать образовательную ситуацию, о которой мы говорили в начале этого занятия. Спасибо вам за внимание.